Всем привет! С вами Сергей Курушев, вы на канале Курушев Лайф. Вы наверняка уже побывали в эти теплые весенние дни в походе. К сожалению, у меня это не получилось сделать по причине того, что у меня занятость то на работе, то домашние дела не требуют отлагательств. Поэтому на себя, на свои развлечения времени я никак не могу найти. Но у меня есть несколько радостных вестей. Я обновил свою снарягу с сезона 23 по 24 год, то есть зимой. Достаточно много я искал выгодных предложений, успел их найти. И теперь у меня вес моего базового снаряжения снизился с 15 килограмм. А что я называю базовым снаряжением? Это снаряжение для похода одного человека без шмоток и без еды, скажем так, ну и без воды. С 15 килограмм этот базовый вес снизился до 10 килограмм. Это очень круто, меня это радует, и сейчас я вам готов рассказать, что именно входит в эти 10 килограмм. Если только вы поставите лайк. О, спасибо. Лайк поставили? Ну, поехали. Первое, самое основное, что в это входит, это мой тяжелый, старый, добрый, надежный рюкзак Deuter. Это Deuter Air Contact на 65 литров. Он уже года три у меня. Я не собираюсь его менять, потому что он нисколько не износился. Он в прекрасном состоянии. Он служит верой и правдой, может переносить большие грузы. Ну, я могу, а он мне в этом помогает. Поэтому многие пишут, что он тяжелый, он почти 3 килограмма весит. Да, я это все понимаю. Ну, зачем мне менять этот хороший рюкзак на другой хороший? Пока не понимаю. Снижу я где-то килограмм веса. Зато заплачу за это денег так нормальный. Второе. То, что не влезло в рюкзак, это вот такие вот палки. Раньше я ходил с палками из Decathlon. Они были обычно алюминиевые. А сейчас я заказал на распродаже у Nature High карбоновые палки. Весит всего лишь 2 палки, около 400 грамм. Посмотрим, как они себя поведут в походах. Но обычно у меня со снарягой ничего плохого не случается. Что мне нравится, есть 2 ручки. И под ручками, точно так же, как и на предыдущих моих палках, есть хват для того, чтобы подниматься в гору было удобнее. Это вроде искусственная пробка. Карбон. Хочу попробовать. Я сейчас буду доставать все в хаотичном порядке из рюкзака, поэтому простите, пожалуйста, как есть. Кружка-ложка. Там же где-то, наверное, миска. Да, рядышком. Вот моя основа. Это кружка из Sportmaster. Хожу с ней уже года 4, наверное. У нее двойные стенки. В ней достаточно долго стынет чай и кофе. И для тех, кто любит попрохладнее что-то, это не очень хороший вариант. Для меня прекрасный. Люблю горячий чай и кофе. Ложка. Это моя гордость. В этом году нашел на просторах Алиэкспресса. 26 грамм титановая ложка. Чем отличается от обычных титановых ложек? Дело в том, что вот эта вот, вот эта часть, она поглубже, чем у обычной туристической ловилки. Не думая, заказал ее, посмотрел на нее и заказал еще одну. Ссылочку в описании оставлю. Она, сразу скажу, небюджетная, но мне она очень нравится. И третья из моей системы питания, это обычная миска с крышкой из Sportmaster. Здесь есть недостаток. У меня у одной такой, было их всего три, у одной сломалась крышка. Где-то, что не очень удачно ее положил. В остальном прекрасно. Спасибо, что есть крышка. Сюда можно положить чай, там сладости какие-то, еще что-то. Все буду складывать вот сюда, вправо, простите за бардак. Нож Moro Compagnon. Был точно такой же рыжий в прошлом году. К сожалению, я потерял его в Архизе в заброске. Не думая, приехал обратно и сразу же заказал точно такой же Moro Compagnon. Но был только черного цвета по скидкам. Почему влюблен в этот нож? У него длина лезвия вот ровно такая, чтобы резать что-то там, колбасу, еще что-то. Да, им может быть нельзя рубить дрова, но мне это не нужно. Мне нужны просто обычные нормальные ножки. Заказал себе фильтр для воды Minival вот с такими вот бутылочками пластиковыми. Почему заказал? Потому что очень часто стою около водоемов и вода периодически заканчивается. Приходится либо ее экономить. А так попробую в этом году попить, собственно говоря, из водоемов. Должно получиться все. Можно накручивать вот на эту вот баклажку. Можно на обычную пластиковую бутылку. Запасная горелка. Я все-таки ее периодически беру. Похода выходного дня, наверное, нет. Но в обычные походы, которые длятся больше одной ночи, я беру. Это MSR Rocket Pocket. Весь с чехлом 106 грамм. Вполне возможно, когда-нибудь она меня спасет. В этом году приобрел себе москитную сетку. Не люблю комаров. Тоже безделушка. Почти ничего не весит. Но спасает от комаров. Не всегда репелленты там могут отводить от вас насекомых. И это у нас пончо. Пончо из Декатлона. В свое время покупал я в Декатлоне. От дождя спасает. Больше ничего не нужно. Да, у него немножко жарковато. Ну и что? Зато накрывает вас вместе с рюкзаком. Фонарик. Хожу с ним тысячу лет. Наверное, пять лет уже. Из спортмастера. Три пальчиковых батарейки. Даже не задумываюсь, сколько здесь люмен. Вот хватает ровно на то, чтобы освещать дорогу перед собой. Где-то, когда готовлю. В палатке подвешиваю его под потолком за крючок. Прекрасный фонарик. О, вот это вот интересное приобретение. Я решил больше не надувать ковры ртом, ротом. И это у нас насос. Заказал на Алиэкспрессе. Этот насос надувает интеговский матрас, двухспальный. Не помню за какое время. Но достаточно удобно, потому что не нужно ногой это качать. Также в походах, чтобы не качать ртом надувные матрасы, ковры, можно делать это. Вес тоже небольшой, заряжается от USB. Кстати, есть несколько насадок. Ой, полетели. Но самая главная насадка. Сейчас я вам ее покажу. И это вот эта. Она резиновая, достаточно универсальная. Подходит под очень многие ковры. Как переходник можно использовать. Аптечка. Чехол заказал на Алиэкспресс. Здесь бинты. Пластыри, обезболивающие, патчи для ковров, для палатки. Ну, я что-то там какие-то минимальные. Йод, по-моему, здесь лежит. И булавка еще должна быть. Переходим к более интересным вещам. Кстати, венчает вот эту вот систему питания в походе. У меня горелка FireMeple X2. Рыжая. Смотрится прекрасно на фоне гор, на фоне неба. Есть аналоги полегче. Но меня вполне устраивает. Да, она не кипятит мгновенно воду. Но вы приходите в лагерь, ставите кипятиться воду. И пока вы раскладываете палатку, раскидываете там спальники и коврики, все, у вас кипяток. Внутри, конечно же, вот этот переходничок под сковородки. И газ. Газ обычный баллон на 230 грамм из спортмастера. Сейчас, кстати, на них в спортмастере адекватные цены. Что на этот, что на большой. Раньше были в прошлом году я брал просто по каким-то космическим. Сейчас цены прекрасные. Рекомендую брать. Переходим, наверное, к самому интересному. Что у нас тут самое интересное? Что тут самое интересное? А, вот. Подушка. Подушка, опять же, Decathlon. Обычная, надувная. У меня есть кемпинговая подушка от Nature High. Кстати, внутри которой пена, вспененный полиуретан. Но она более тяжелая и объемная. Поэтому я хожу вот с этой вот подушкой. Не полностью ее надуваю. Она удобная. Чтобы не складывать под голову всякие флиски и все остальное. Вот это вот отличная вещь. Наверное, гордость моя в этом году будет. Это коврик ThermoRest Neo Air Topo. Размер R регуляр. Это коврик весит 650 грамм. Внутри у него нет вспененного полиуретана. Есть только камеры небольшие, которые сохраняют тепло. Air Value его 2,3. На позднюю весну, раннюю осень и на лето. Прекрасно. Сильно облегчил свой вес после такого, ну не такого же, точнее, ThermoRest Trail Large. Точно помню. Он весил больше килограмма. Там была Air Value 3,7. Мне на нем спать было немножко неудобно. Он был толщиной 5 сантиметров. У этого толщина 7 сантиметров. Я лежал на нем. Прекрасно принимает форму моего тела, если не сильно его перекачивать. Стоил, конечно, космических денег. Да, и кстати, у него есть здесь внутри еще вот этот мешок для того, чтобы его надувать не ртом. Ну, я думаю, что у меня есть насос электрический. Я этот мешок уберу. И единственный недостаток, который я смог в нем увидеть, это то, что он шуршит, когда на нем ворочаешься. Почти заканчиваем. Потерпите. Это мой спальный мешок. Опять же, из Декатлона. Ford Class на ноль. Чем мне нравятся мешки из Декатлона? У меня их раз, два, три, четыре. Четыре мешка. У меня вообще дома девять мешков, если что, не удивляйтесь. Потому что на строя и на разные сезоны мы все-таки приобрели разные мешки. У меня даже есть мешки-спальники на минус пять. Кстати, тоже Декатлонский. Вот этот мешок мне очень нравится. Он синтетический. Он не самый легкий. Но вот он заявлен на ноль. И в ноль будет комфортно. Если вы пойдете в плюс десять с ним, то будет жирковато. В ноль будет комфортно. Минус пять не уверен. На минус пять другие мешки. Цена на него достаточно адекватная даже в Деспорте, который сейчас есть в России. Наверное, последнее, то, что у меня появилось в этом году, чему я искренне рад. Это палатка. Палатка Ford Class Track 900 от Декатлон. У меня есть прекрасная палатка Track 500 от того же самого Декатлона, трехместная. Можете увидеть вот здесь вот где-нибудь видео. Мы отдыхали уже два раза с этой палаткой в горах. Она прекрасна. Она удобна. У нее стенки как раз-то как-то очень хорошо поднимаются вверх. И в этой палатке втроем в дождь сидеть абсолютно нормально. Мы сидели там по несколько часов. Поэтому я недолго думаю. В России их уже не поставляют. Я нашел на просторах Авито. И это, наверное, моя гордость. Почти самостоящая палатка. Здесь есть два колышка, чтобы ее действительно хорошо поставить. Футпринт есть плюс к этому еще. И вес этой палатки 1,350 кг примерно. Для сравнения, моя предыдущая достаточно нетяжелая палатка от Nature Hike весила 2,5 кг. Там была, правда, двушка. Ого! Ребята, там зорница начинается. Сейчас меня, наверное, будут атаковать. Ну, так надо быстрее заканчивать. 1,350 кг. Понятно, что это однушка. Очень хочу попробовать. Декатлонские палатки просто обожаю. Даже больше, чем от Nature Hike. А вы знаете, и все. На этом обзор снаряжения, по сути, закончен. Это вот как раз мой базовый комплект, с которым я пойду в этом году во все походы. Если где-то у меня ко мне будут присоединяться моя семья, там, конечно, будет меняться. Пока что для одного для меня вот это вот основа. Если у вас есть какие-то комментарии к этому видео, вы хотели бы что-то выкинуть, либо поменять, либо рассказать об опыте, который вот использовали это снаряжение, и вам не понравилось или понравилось, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я все прочитаю. Мне интересно будет. Я на все отвечу, если будут какие-то вопросы. Ну и опять же мы с вами легко можем встретиться где-то в походах, в кемпингах. В этом году у меня достаточно обширные планы. Есть видео по новым палаткам, есть видео по новым местам в кемпингах. По поводу походов длительных я вот не уверен. В этом году могу пропустить. Но походы выходного дня никуда не денутся. Поэтому подписывайтесь на канал. Обязательно жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И желаю вам отличного настроения, хороших походов. С вами был Сергей Курушев. Всем пока. Пока-пока-пока. Ну вот как они взорницы у меня будут здесь атаковать. Я окажусь диверсантом или нет? Надо быстрее сматывать удочки и валить отсюда.